Девушки отдыхают Ты подаешь надежды Приходишь сюда, убиваешь моих ассистентов, мешаешь работе Меня это весьма огорчило, поэтому я тебе вряд ли что-то дам Ладно, бери их и уходи Больше сюда не возвращайся Или узнаешь, какова я в гневе Нужно что-то? Девушки отдыхают 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 Следовало нарушать покой Саартава. И неважно, что тут удалось найти. Недавно здесь, да? Я надеялся, что здесь будут и другие норды. Но увы. Большинство просто боится магии. Если ты не можешь прокрутить ее над головой и разбить ею пару черепов, норды не хотят иметь с ней дело. Они думают, что магия для эльфов, для слабых. Только без обид. Да, но это нужно хранить в тайне. Я заключил договор с Энтиром. У него было кое-что нужное мне, и я отдал ему кое-что свое. Это была ошибка. Я хочу вернуть то, что я ему отдал. Этот амулет принадлежал моей семье. Его нельзя было отдавать Энтиру. Но он и слышать ничего не хочет. Поговори с ним. Узнай, что надо сделать, чтобы он отдал мой амулет. Это не важно. И тебя не касается. Просто поговори с ним. Попробуй убедить его вернуть мне амулет. Я же сказал тебе, это семейная реликвия. Я не... Я знаю, они никогда не одобряли мое желание стать магом, а не воином, крестьянином или охотником. Но хоть они и дурно обходились со мной, они все равно мои близкие. Я не думал об этом, пока не отдал амулет. Я лучше пойду. Если у тебя... Прежде чем ты начнешь расспрашивать, да, мои предки не мыслили жизни без магии. И нет, я не хочу об этом говорить. Да, я знаю, что в Винтерхолде проживало множество моих сородичей. И нет, меня не смущает, что теперь они все уехали. Еще вопросы есть? Мне постоянно задают одни и те же вопросы. Я хочу учиться, а не рассказывать о себе снова и снова. Прошу прощения, я ошиблась. Мы все хотим стать более могущественными магами, да? Ну, мне нужен кто-то, на ком я смогу опробовать несколько заклинаний. Ничего опасного, правда? Ты мне поможешь? Спасибо. Я уже боялась, что придется просить Джезаргу. Теперь встань вон там. Стой на месте, не двигайся. О боги. Этого не должно было случиться. Как ты? Как ты себя чувствуешь? Мне так жаль. Я столько раз все перепроверила. Я была уверена, что результат будет лучше. Я не знаю. Думаю, какая-то мелкая ошибка в расчетах. Наверняка эффект скоро развеется. Когда это произойдет, ты будешь в порядке. И мы сможем попробовать снова. А я пока попробую понять, что пошло не так. Я лучше пойду. Мне все еще нужна помощь, если у тебя есть время. Ты можешь помочь Джезарга? Ты не можешь согласиться со мной по одной единственной причине. Ты проигрываешь мне и не хочешь это признать. Джезарга видит, что ты нравишься Толфдеру. Ты же хорошо владеешь магией, да? Джезарга очень старается, но не может справиться сам. Ты мне поможешь? Джезарга много трудился. Учил новые заклинания. Пробовал новые приемы. Это сделает Джезарга великим магом. Но Джезарга так много работает, что у него нет времени опробовать новые заклинания. Если ты ему поможешь, ему будет легче учиться. Джезарга даст тебе свитки, а ты их используешь и расскажешь про результаты. Хороший план, да? Ты скажешь Джезарга, что пора, и он даст тебе свитки. Ха, не можешь устоять, да? Посмотрим. Думаю, вот этот. Джезарга придумал чудесное заклятие. Огненный плащ с кое-какими усовершенствованиями. Он особенно хорош против нежити. Должен ее сжигать до тла мгновенно. Джезарга даст тебе много этих свитков. Опробуй их и возвращайся. Расскажешь, как сработало. Джезарга ждет рассказа, как работают его свитки. Нам не следовало нарушать покой Саартала. И не важно, что тут удалось найти. Мне все еще нужна помощь, если у тебя есть время. Продолжение следует... Принимаешь предложение? Хорошо. Позволь... Я никогда не откажусь от хорошего товара. Приноси мне все, что ты... Найдешь. И мы договоримся. Дела? Дела меня обычно не касаются. Я не разделяю твоей жажды наживы. Но, как и обещал, я с радостью избавлю тебя от краденого. Я забралась в эту даль, в Скайрим, только чтобы родные перестали на меня... Силы небесные. Очаровательно. Онмунд так боится иметь со мной дело, что прислал тебя. Объясню максимально просто. Все мои сделки окончательные. Онмунд знал это с самого начала и все равно пошел на обмен. Так что говорить тут больше не о чем. Ну да, наверное. Но смотри, не болтай об этом. Не хочу, чтобы все узнали, что я иду на попятную в своих сделках. Ясно? Передавай привет к Орли, если увидишь ее. Я так понимаю, что именно тебе удалось найти эту сферу в Саартале. Ну, хоть что-то хорошее вышло из этого похода в Саартал. Я ничего пыли не нашла. Я не знаю, что я иду на попятную в Саартал. Не следовало нарушать покой Саарт. Ха! Я и не думал, что он мне его вернет. Спасибо, друг. Здорово знать, что я могу на тебя рассчитывать. Ладно. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Может, попозже? Сейчас я немного занят. Вообще-то да. Я, похоже, кое-что потерял. Эх, старость не радость. Не могу найти свой перегонный куб. Я мог бы взять другой, но... Звучит глупо, но у меня с ним связаны приятные воспоминания. Если вдруг найдешь его, принеси, пожалуйста. Что-то не могу найти свой перегонный куб. Он мне нужен для исследования. Ну, береги. Субтитры сделал DimaTorzok Я не терплю, если с книгой... Так, так. И ты смотрю в полном порядке. Спасибо. Я просмотрю их и сообщу Мирабелле, если найду что-то стоящее. Хм, ночь слез? Эту я помню. Вот это уже интересно. Ты ее тоже прочти. Если я не ошибаюсь, там есть интересные подтексты. Упомяни об этом в разговоре с Толстером. И вот, держи. Мне кажется, это заслужено. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вопросы здесь задаю я. А тебе достаточно знать, что Орден Псиджиков преступная организация. Они поставили себя выше закона. Они уже сталкивались с Альтмерским доминионом. И я не допущу, чтобы то же самое произошло здесь. Ты поговоришь с этим монахом и выяснишь, зачем он пришел. После чего его выставят с территории коллегии. Пожалуйста, не волнуйся. Я не причиню тебе вреда. Приятно с тобой познакомиться лично. Я просто хочу с тобой поговорить. Я дал нам шанс поговорить без свидетелей. Но это ненадолго. Будем кратки. Ситуация здесь в вашей коллегии чрезвычайно важна. А наши предыдущие попытки связаться с тобой провалились. И я думаю, что дело именно в причине наших страхов. Этот предмет, Око Магнуса, как вы привыкли его называть, его энергия не позволила связаться с тобой через видения, которые мы тебе посылали. Чем дольше он остается здесь, тем опаснее ситуация. Поэтому мне пришлось прийти сюда лично, чтобы сообщить тебе, как с ним поступить. Эта цепь событий запущена тобой в Саарталле. Пойми, Орден Псиджиков обычно не вмешивается в события непосредственно. Многие мои собратья воспримут мое присутствие здесь как нарушение наших правил. И я уйду, как только мы закончим беседу. Я прекрасно понимаю, что мое прибытие вызвало подозрения. Особенно у Анкана, вашего Талморского коллеги. Но все равно мой Орден не будет действовать прямо. Действовать придется тебе. Как ты уже, вероятно, знаешь, этот предмет, Ока, чрезвычайно могуществен. Мир не готов к появлению такой могущественной вещи. Если Ока останется здесь, его используют во зло. Но, увы, многие в Ордене полагают, что неотвратимое уже произошло. Или вот-вот произойдет. Мы считаем, что тебе придется разбираться с последствиями. Но мы не можем предсказать, какими они будут. Я боюсь, что уже нарушил правила своего Ордена. Но все-таки я скажу тебе еще одно. Найди Авгура Данлейнского в вашей коллегии. Возможно, он знает и чувствует больше, чем мы. Я... я не знаю. Он где-то в коллегии. Наверняка кто-то из твоих коллег знает, где он. Прости, что я не могу сообщить тебе желаемое. Но этот разговор требует от меня больших усилий. Теперь, боюсь, я должен тебя оставить. Мы будем присматривать за тобой и направлять, как только сможем. Залог успеха внутри тебя. Никогда не забывай этого. Извините, вы хотели что-то сказать? Прости меня. Мне тут не место. Я... я точно не знаю, что произошло. Является монах из Ордена Псиджиков, спустя столько лет, а потом вдруг уходит. Надеюсь, мы ничем его не оскорбили. Он только о тебе справлялся, ничего больше. Очень странно. Что, Толфдир опять рассказывал байки? Мне казалось, он уже должен был понять, что это неподходящая тема для разговоров. Прошу тебе, не позволяй ему распространяться на эту тему. Да, что все это значит? Простите, боюсь, я не вполне понимаю. Не прикидывайтесь скромником. Вы просили встречу с неким членом коллегии, вот он. И чего вы от него хотите? Произошла ошибка. Очевидно, мне тут не место. Я откланяюсь. Что? Что это за шутки? Вы никуда не уйдете, пока я не выясню, что вы затеяли. Я ничего не затеял. Прошу прощения, если я как-то оскорбил вас. Это мы еще посмотрим. Услуги по зачарованию предметов одна из немногих вещей, что связывает нас с остальным Скайримом. Местные норды не слишком-то нас любят. Но, похоже, совсем не против носить зачарованное оружие и доспехи. Точно. Если научишься, будет помогать тебе на протяжении всей жизни. А то и несколько жизней, если у тебя есть налоги. Знаешь, говорят, что знание само по себе награда. Ты меня видишь? Обливиан вас подери. Я был уверен, что невидим. Или хотя бы прозрачен. Прощай. Мирабелла неплохо справляется с обязанностями Мастера-Волшебника. А Бавгурь? Ты серьезно? Ну, не мне об этом что-то говорить. Лучше иди к Мирабелле Эрвин. М-м-м. Мирабелла неплохо справляется с обязанностями Мастера-Волшебника. Мастера-Волшебника. Коллегия всегда будет на твоей стороне, что бы ни случилось. Ах, да. Вот спасибо тебе. До встречи. мне все еще нужна помощь ну вот что я говорила так попробуем еще раз я уверена что на этот раз все получится это того стоит а а теперь совсем замри это неправильно подожди сейчас я могу все исправить совсем не так да я попробую еще раз совсем не так как я надеюсь в этот раз я сделаю все правильно клянусь но ведь все кончилось хорошо не так ли да нет давай не будем брать мне еще долго трудиться прежде чем я буду готова заниматься магией такого уровня но теперь я хотя бы знаю с чего начать спасибо твоя помощь пришлась очень кстати нехорошее начало ты хочешь вляпаться в еще больше неприятности спроси у мирабелла она тут всем заправляет в конце концов лично мне совсем не нравится как он на меня смотрит как будто ждет то ли пока я взорвусь то ли пока попытаюсь его убить он явно никому из нас не доверяет я не знаю что тут произошло но уверяю тебя я это выясню я думаю о множестве важных вещей и тебя среди них нет что полнейшая нелепица чего-то подобного я и ожидал от этих магов которым просто нечем больше заняться я неоднократно повторял моя единственная роль здесь быть советником архимада рекомендую тебе более не распространять таких слух чего нет нет я совершенно не понимаю о чем ты говоришь чего на твоем месте я бы вернулся к своим обязанностям и не совал нос в чужие дела особых вещей позволь нам нам точно нужно разговаривать недавно ты уже просил меня подобные услуги и клялся что покроешь все мои расходы просьбу я выполнил однако вознаграждение так и не получили что ты скажешь на это мой маленький нервный друг точно интересно спасибо что напомнил я вот как раз собирался в общем я все утрясу обещаю тебе буду ждать с нетерпением что научился столь малому за время моего пребывания прошу обращайся к архимаду только в случае крайней необходимости а столько лет никто ничего не слышал об ордене псиджиков трудно поверить что один из них вдруг тут появился если возникнут проблемы обратись ко мне моя работа как раз заключает не больше чем остальные это очень древний орден возник задолго до имперской гильдии магов ведь на самом деле гильдия магов была создана в противовес ордену псиджиков с его идея о том что магия должна быть доступна только узкому кругу посвященных членов ордена никто не видел уже многие сотни лет тебе об этом не надо думать хорошо мы это не обсуждаем обычно потому что местные могут нас неправильно понять а в гур в мидоне это под коллегией не советую ходить туда без крайней необходимости как твои успехи в коллегии это всегда коллегия всегда будет на твоей стороне что бы ни случилось полагаю он возражать не станет видишь ли это было очень давно еще до меня но я слышал разные истории как и все остальные он был блестящим учеником а потом стал опытным магом занимался такой магией которой другие подступиться то боялись но мне кажется он слишком уж увлекся накоплением могущества и это привело к катастрофе помнишь в самом начале мы говорили о том что если не сумеешь взять магию под контроль она тебя уничтожит так вот вовсе не обязательно что она тебя просто убьет примеров гура наглядно показывает как еще можно уничтожить живое существо ну это это описывали как несчастный случай не представляю как такое можно сделать преднамеренно вероятно что то пошло не так как задумано и он оказался в том состоянии в каком мы видим его сейчас слился с энергиями пронизывающими коллегию мне всегда оказалось неуместным интересоваться как он себя при этом чувствует если он вообще хоть что то чувствует конечно до встречи до встречи это 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 это